Антиспайс 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 В составе табака, который курили подростки, полицейские обнаружили никотин. Хозяину заведения придется ответить по закону за то, что он продал его несовершеннолетним из-за нарушения запрета на курение в общественных местах. Нами было изъято более 29 килограмм курительных смесей, на которые продавцы не смогли предоставить соответствующие сертификаты соответствия качества. В настоящее время все изъято направлено на экспертизу, которая установит, имеется ли опасность для здоровья граждан от употребления данных веществ. Распространение опасных для жизни и здоровья курительных смесей в нашей стране уже приобрело масштаб эпидемии. Этот факт признали, в том числе и в правительстве России. Госдума в самое ближайшее время готовится принять срочный антиспайсовый закон. Он предусматривает запрет любых смесей для курения, а также рекламы спайса в интернете. А пока наиболее действенным методом профилактики наркозависимости служит антиреклама. Во всемирной паутине достаточно историй и видео о последствиях курения спайса. Как бороться с этой чумой и кто может помочь избавиться от зависимости, расскажем в следующем материале. Покурив спайс, люди могут не вернуться с того, куда погрузились. Некоторые вообще не возвращаются, остаются такими дурачками навсегда. Как реагирует организм на искусственный аналог марихуаны, Евгений испытал на себе. Из 31 года его жизни практически выпала половина. Именно столько, живя в Оренбурге, он сидел на наркотиках. Чаще на тяжелых, но когда в городе не было героина, переходил на так называемые соли для ванн или спайс. Голоса и когда даже чувствуешь какой-то шорох, как будто стуки какие-то в дверь определенные. Это очень страшно, когда твое сознание вообще меняется. Чем так популярны различные миксы доступностью, дешевизной или особым дурманящим действием, непонятно. Но марихуана спайсу уже давно не конкурент, говорят наркополицейские. Тенденция замещения традиционных видов наркотиков вообще в нашем регионе, таких как каннабидоиды, опиаты, она появилась где-то с 2009 года. Это говорит о том, что традиционные виды наркотиков, о которых я сказал, они постепенно замещаются. И те лица, которые употребляют наркотики традиционные, они переходят на употребление вот этих синтетических аналогов. В 2010 году на Кубани изъяли 4 килограмма синтетических наркотиков. Через год эта цифра выросла до 6 кило. С каждым годом она увеличивается практически вдвое. В этом году искусственный улов наркополиции превзошел все ожидания – 64 килограмма. Самая крупная партия была изъята у гостей из Владивостока, которые прихватили на кубанскую землю 18 килограммов высококонцентрированной синтетики. Из нее на выходе получилось бы 100 тысяч доз солей для ванн или спайса. Сам по себе спайс не убивает. По крайней мере, теоретически, он не должен убивать. Он не действует на те структуры головного мозга, которые отвечают за жизненно важные функции. Но те случаи, которые летальные, смертельные, которые мы видим в последнее время, говорят о том, что или в курительную смесь стали добавлять какой-то иной агент из какой-то иной группы, или модификация искусственного каннабиноида стала воздействовать уже и на другие центры, чего раньше не было. Наркоалхимики смешивают, добавляют, растворяют, шлют по почте через интернет, сбывают методом закладок. Урон организму такие смеси наносят порой непоправимый. Сбои в центральной нервной системе, токсины в крови, поражение легких, печени, сердца и головного мозга. Люди забывают спать и есть. Евгений признался, в одно время он даже забыл вкус колбасы. Вернуть элементарное жизненное удовольствие ему помогли только сами бывшие наркоманы. Евгений уже 11 месяцев работает волонтером в реабилитационном центре. Подобных учреждений в крае еще шесть. Мы сами в прошлом как отравляющие общества. Тот, кто отравлял, он знает и противоядие. То есть мы знаем, как с этими людьми общаться, мы знаем, чего им сейчас не хватает и знаем, как им помочь в это время. И мы приходим к ним домой, они не всегда нас принимают радушно. Отсюда в разные реабилитационные центры России отправились уже 23 человека. О том, что отказаться от наркотиков навсегда возможно, Евгений рассказывает и обычным прохожим. Стоя на трамвайных распутьях, он вручает свою визитку с просьбой не выбрасывать ее. Если вдруг к вам попадет в руки такой номер телефона, не стоит от него избавляться. Отдайте тому, кому действительно требуется такая помощь. Наталья Андрусенко, Михаил Байправ, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. В Лобинске стали пропадать продукты с прилавков. Виной тому не продовольственный бум, а начинающие грабители из Карачаева, Черкесии. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, жители Лобинска не останутся без пропитания. Подозреваемые в серии Краш уже задержаны и дают показания. Как рассказали в Краевом УВД, молодые люди действовали грубо. Они взломали продуктовую точку и смели с витрины товар. Незадачливые воры не подумали, что магазин находится под охраной. Звуки сирены спугнули злоумышленников. В спешке им удалось перенести в свой автомобиль лишь часть награбленного. Взломщики, они убежали. Оставили они здесь у нас на площадке, вот где елки. Оставили они свою машину. В машине также находились вещи, которые они награбили. Находились их документы, ключи. Все это они бросили. Грабители за одну ночь придумали, как выйти из этой ситуации. Хозяин ваза подал заявление об угоне своего авто. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что сам потерпевший является преступником. Сообщников подозревают в причастности к еще восьми кражам продуктовых магазинов Лобинского района. Они объясняют свой поступок голодом. Это может соответствовать действительности. Ведь молодые люди забирали товары народного потребления, оставляя без внимания дорогие деликатесы. Это все криминальные новости на сегодня. Вы можете быть соавторами нашей программы. Если вдруг стали свидетелем происшествия или жертвой обмана, звоните к нам в редакцию или присылайте письма на наш электронный адрес. Главное, не становитесь героями нашей программы. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова